Всем привет, друзья! С вами сегодня Турямбыч. Я знаю, что вы любите корабли. Вы любите на них играть, вы любите их топить, взрывать, уничтожать, строить иногда. А приходило ли вам, ребят, в голову, что находится внутри корабля и как корабль заканчивает свой жизненный путь, ну, если его никто не утопил? Правильно, чаще всего он идет на разделку на металл. Сегодняшняя игра, которую я вам покажу, называется Ship Graveyard Simulator. Это симулятор кладбища кораблей. И наш с вами жизненный путь начинается с того, что мы бедный, наверняка, рабочий в какой-то, возможно, африканской стране, а именно там чаще всего и происходит разборка кораблей на металл. И у нас есть небольшая хижина, кровать, компьютер, кувалда. И, собственно, это все, что нам нужно, чтобы начать свой жизненный путь и заработать денег. Ну, по крайней мере, так задумывают разработчики. Буквально с первых минут игра начинает напоминать Gas Station Simulator. Ну, помните ту игрушку, где вы и полотер, и продавец, и штукатур, и кто только можно. Но, на самом деле, разработчики у игр разные, и геймплей тоже сильно различается. Наша основная задача здесь — ломать и разрушать. Мы берем в руки нехитрый инструмент, кувалду, и идем рушить конструкции, которые находятся вокруг нас. Благо, это все-таки кладбище кораблей, железо там полным-полно. Полученные материалы, а они выпадают потом в виде таких вот кубиков, мы хватаем и тащим скупщику, который дает нам деньги, на который мы покупаем более лучший инструмент для того, чтобы опять что-нибудь сломать. Да, здесь, в общем-то, весь геймплей строится вокруг именно разламывания конструкций самого разного вида. Пройдя нехитрое обучение, вы получаете в свое распоряжение маленький, видимо, рыболовецкий кораблик. Заранее вас предупрежу, если будете играть в эту игру, обязательно возьмите с собой отмычки на корабль, потому что там очень много чего ценного можно получить, именно взламывая шкафчики. Я бы сказал, что даже самую большую, самую ценную часть добычи вы получите именно из вот этих вот закрытых шкафчиков. Что касается механизма взлома, это все то же самое, что и раньше, что и в Gas Station Simulator, и в Elder Scrolls, да, во всех играх это работает. То есть вам надо совместить скрепочки и либо сломать отмычку, либо открыть необходимую дверь или замок. Когда самое ценное уже полутно, вы начинаете обращать свое внимание на прочие железки, которые разбросаны везде по палубе. У вас есть вариант просто так лупить их молотком или выискивать слабые места, которые светятся ярким таким светом. Железки разламываются, кстати, весьма реалистично. Ну а вот если говорить про пластиковые или деревянные детали, ну ящик, который рассыпается какими-то железными остатками, конечно, выглядит не очень. Хотя, в общем, на это постепенно перестаешь обращать внимание. У вас есть инвентарь, куда падают все ваши собранные материалы. А еще, кстати, есть автомобиль, в кузов которого тоже можно кое-что загрузить. В общем, когда вы кораблик хорошенько так потрясли, отправляетесь к скупщику, сдаете лом, а может быть и не сдаете. Дело в том, что вы еще можете построить рядом мастерскую с печкой, в которой можете создавать из простых предметов более сложные. Во-первых, они нужны для того, чтобы улучшать ваши мастерские или же улучшать торговца, который будет продавать более качественный инструмент. Ну, а также можно их сдавать по заказам. Благо, что эти заказы появляются в любой момент на карте. Можно просто подойти и взять заказик. Когда в следующий раз будете заказывать корабль, вы поймете, что можете взять и кораблик побольше. Даже среднего размера или прям вот совсем уже здоровый траулер. Это, конечно, выглядит здорово, потому что, ну, чем больше корабль, тем больше лута. Но тут тоже есть свои подводные камни. Для того, чтобы разламывать вещи на крупном корабле, нужен более сложный инструмент. Это и газовые горелки, и всякие хитрые ножницы. Поэтому торопиться прям сильно не стоит. Сначала лучше разгоните свои здания, купите более качественный инструмент, а потом уже берите корабль покрупнее. Каждый день вы будете платить аренду. И, в принципе, за день разломать ни один корабль у вас не получится. Благо, что самый маленький стоит доллар в сутки. Ну, а то, что покрупнее, оно уже, конечно, будет стоить дороже. Но скажу сразу, что все неплохо окупается. Потому что, например, взяв средний корабль, я на нем за первый день награбил порядка трех тысяч долларов. Это еще так, знаете, прогулялся, особо внутрь не залазил. Кстати, внутри есть много всего любопытного. Там много комнат, есть секреты. Так что, опять же, будьте готовы к тому, чтобы ваши карманы были свободны. Налутаться в корабле можно угу-гу-как. В общем, по геймплею примерно все понятно. То есть, постепенно вы прокачиваете перса, получаете инструмент. Лучше, более крупные корабли, интересные задания. Ну, а что касается вообще в целом графона. Графон, честно говоря, достаточно средненький. В принципе, как и во многих подобных проектах. Это и гастейшн-симулятор, и всякие симуляторы уборщика, распильщика, вора и всякого такого прочего. То есть, движок, в принципе, максимально простой. Но, как бы ты на это, наверное, внимания особо не обращаешь. Потому что игрушка затягивает, играть интересно. Могу сказать, что я вот засел, первый час проиграл. Я даже не заметил время, как прошло. Судя по всему, здесь предполагается, что ваше разламывательское предприятие будет разрастаться. Потому что есть возможность нанять себе других работников, которые каждый день будут тоже приносить какой-то лут. Но для этого нужно построить, опять же, трейлер. Как и в гастейшн-е, как это делать, я, собственно, особо и не понял. Да и вроде советов на эту тему пока что нет. Видимо, это все появится позже. Игрух сейчас на стиме продается за 320 рублей. Что, в принципе, замечательная цена за такое времяпрепровождение. Думаю, что как минимум часа на 2, на 3, на 4 в нее поиграть точно можно. А может быть и больше. Если вам, друзья, понравился этот обзор, пожалуйста, прожмите лайкос. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик на все уведомления, чтобы ничего не пропускать. Ну а с вами Турямбыч. Увидимся в открытом бою в 8 часов вечера на стриме или в другом обзоре. До новых встреч. Пока-пока.